Привет! В прошлом видео я делал разбор боссов из игры Contra для приставки Dendy. Эта игра имела большой успех и через пару лет, в 1990 году, выходит продолжение от всё той же студии Konami под названием Super Contra. События второй части проходят спустя год после событий первой части. Герои остались те же, Bill Razor и Lance Bean. Им вновь предстоит борьба с пришельцами. Особых изменений в игре нет, разве что выросла скорость. Враги стали несколько разнообразней и нападают на нас немного чаще, чем в первой части. Из-за этого кажется, что сложность игры чуть возросла. Уровней с видом из-за спины больше нет. Им на смену пришли уровни с видом сверху и сзади, со свободным перемещением. Как и в первой части, в Super Contra 8 уровней с интересами боссами в конце. Но мы их тогда называли главарями, а не боссами. Итак, главарь первого уровня. Это вертолет Грид Хелли. Он медленно летит, стреляя с четырех башен, установленных на его борту. Затем он начнет опускаться и из люка начнут выпрыгивать пехотные подразделения, которые будут нападать на игрока. Другие солдаты также будут продолжать выходить на поле боя с обеих сторон экрана. Турели могут быть уничтожены по отдельности, а с пехотой можно справиться одним выстрелом из любого оружия. Как только четыре турели будут уничтожены, на борту вертолета появится большое светящееся ядро, которое является его слабым местом. Его уничтожение ведет к победе над боссом. Второй уровень как раз с видом сверху. Здесь нам повстречаются три мини-босса. Это Такер, тяжелобронированный танк с тройной пушкой и солдатом с миниганом наверху. Центральная пушка стреляет вперед, а две крайние строго по диагонали. В то время как солдат может стрелять в любых направлениях в зависимости от позиции игрока. Ну и босс в конце это Магнус, большой тяжелобронированный танк. На танке расположены три стрелковых поста, откуда уже знакомые нам солдаты ведут огонь. Спереди, между двумя электродами, находится сильный энергетический разряд, которым танк также будет атаковать. Командир на центральном посту на самом деле является слабым местом босса, и как только он будет побежден, весь танк будет уничтожен. Третий уровень красив, проходит он в тропиках. Враги здесь будут нападать не только с обеих сторон экрана, но и спрыгивать на героя с деревьев и даже из-под земли. Как только зазвучит тревожный, но крутой саундтрек, навстречу вам выйдет мини-босс уровня. Робот-паук, как мы его называли. На самом деле это Спидал, гигантский робот, который передвигается на четырех механических ногах. Спидал оснащен шестью гигантскими пушками, каждый из которых направлено под разным углом, и в основном атакует, медленно двигаясь к противнику и делая частые остановки, чтобы открыть огонь. На робота можно безопасно запрыгнуть. Уничтожив его, вы пройдете в зону, где начинается землетрясение. А затем появится босс третьего уровня. Сенсор. Сенсор – большое металлическое укрепление, оснащенное четырьмя подвижными башнями. Датчик имеет крестообразный вдавленный след, по которому движутся турели. И светящееся ядро в его центре, которое действует как слабое место. Турели, постоянно двигаясь, ведут огонь по герою. Их можно убить по отдельности, а можно сразу уничтожить центральное ядро, и босс будет повержен. Четвертый уровень проходит внутри фабрики в закрытом помещении. Нас ждут как узкие проемы, так и подъемы вверх по платформам, как в уровне с водопадами из первой части контора. А также движение на таком своеобразном лифте, где нужно быть предельно внимательным, так как враги будут нападать со всех сторон. Этот лифт в итоге поднимет нас к боссу уровня. Лазерные люстры. Это большое механическое устройство, к которому прикреплено девять пушек. Он движется вдоль рельса на потолке и стреляет массивом гигантских лазерных лучей прямо вниз по заданной схеме. Пушки могут быть уничтожены по отдельности, обеспечивая безопасные места, где игрок может не опасаясь оставаться под ними. Лазерные лучи выстреливают справа налево, а затем слева направо, один луч за другим, после чего устройство делает короткую паузу. Как только отстрелите все девять пушек, босс будет повержен, а герой пройдет на следующий уровень. Этот уровень как раз сделан по типу уровня с водопадами из первой части. Весь уровень герой будет подниматься все выше и выше по платформам, которые на этот раз будут также диагональными, пока не достигнет босса Джиралала. Джиралал – большой летающий инопланетный корабль. Его внешний вид, по-видимому, соответствует слиянию металла и живой ткани, намекая на то, что он действительно может быть живым организмом. Он в основном атакует, парясь стороной в сторону в воздухе, одновременно выпуская черепа из двух люков, которые у него есть с каждой стороны. Черепа начнут быстро ползти к игроку, как только коснутся земли. Корабль также имеет еще три люка под ним, из которых он периодически развертывает три рои насекомых. Единственный способ уничтожить этого врага – выстрелить в ядро в его центре. Уничтожив его, мы заходим внутрь какой-то инопланетной базы. Начинается уровень с видом сверху. Здесь врагами будут выступать исключительно инопланетные твари различной степени мерзости. Босс в конце шикарен. Сначала это будет Suspicious Face, что переводится как «подозрительное лицо». Это инопланетный гигантский монстр с росшимися лицами. Слева и справа мы видим тоннели для рук, откуда будут вылазить враги. Сам монстр будет стрелять изо рта. Убив этого босса, мы пробуждаем еще более ужасное создание, а именно демона по имени Гава. Гава является главным лидером армии пришельцев Красного Сокола. Он выпускает полностью автономных инопланетных змей, которые выходят из одного из отверстий, расположенных по бокам Гавы, скользят по большому кругу в центре поля, а затем прячутся в другое отверстие. Уязвимым местом монстра являются его глаза. Седьмой уровень также проходит где-то на базе пришельцев. И если в пятом уровне мы поднимались вверх, то теперь нам наоборот нужно спускаться. Как только мы спустимся, то встретимся с очередным мерзким инопланетным монстром. Босс седьмого уровня это Дэд Гербис, состоящий из головы с рогами, центрального люка и двух горизонтальных отростков. Дэд Гербис атакует, постоянно извергая органические снаряды с самонаводящимися свойствами и капая кислотными каплями с рогов. Восьмой финальный уровень также переполнен инопланетными существами, нападающими на вас со всех сторон. Босс уровня Ким Кох. Звери с тени Ким Кох – это большое членистоногое инопланетное существо, чье тело состоит из того, что кажется слиянием многих других существ, включая большое гуманоидное лицо. Он, по-видимому, занимает высокое положение среди линий армии Красного Сокола. У него есть две большие лягушачьи ноги, которые он использует, чтобы прыгать и поднимать свое массивное тело высоко в воздух. Он имеет способность стрелять биологическими или энергетическими снарядами из своих полых ног, а его глаза могут стрелять лазерными лучами. Наконец, у него есть насекомоподобные или крабоподобные ноги, прорастающие из-под человеческого лица, которые позволяют ему быстро бегать по земле всякий раз, когда он пытается протаранить своих противников или зарыться с большой скоростью в землю. Однако, в данной игре Ким Кох не подвижен. Уничтожив босса, мы видим, как вертолет улетает в закат, а игра будет полностью пройдена. В следующем видео я расскажу вам о боссах новой части Contra, которая вышла в 1992 году. Это Contra Force, привнесшая игру много нововведений. Ну а пока... пока!